Севастополь 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 В кабинете получателя мер соцподдержки можно увидеть все свои факты назначения, не только этой новой выплаты, но и все, что человек получает в городе Севастополе как меру социальной поддержки. Все остальные граждане имеют право подать заявление. Подать заявление можно как лично, придя в районное управление труда и соцзащиты. В настоящее время в связи с тем, что личный прием граждан пока ограничен, записаться можно на сайте департамента на предварительной запись, организованной на сайте департамента, и можно записаться. Будет назначено время, когда вас пригласят, и будет возможность подать такое заявление. Также заявление можно подать через МФЦ, тоже записавшись по предварительной записи. Кроме того, можно документы отправить через почту, но при этом в случае, если к заявлению необходимо приложить какие-либо документы, они должны быть заверены нотариально. Про документы. На самом деле, выплата передовая. Первый раз у нас есть возможность подать заявителю практически только одно заявление. И в этом заявлении указать максимально, декларировать все необходимые сведения. Все остальные сведения будут запрошены в рамках межведовственного взаимодействия в электронном виде. И те сведения, которые мы, департамент труда и соцзащиты, должны запросить, они указаны в приложении к 384-му постановлению правительства Российской Федерации, которым определяется требование к порядку предоставления такой выплаты. Подавая заявление, гражданин должен указать, во-первых, обязательно обращаю внимание на то, что он должен указать всех детей несовершеннолетнего возраста. Потому что сейчас уже появляются проблемы. Граждане указывают только детей в возрасте от 3 до 7 лет. И в связи с этим среднедушевой доход семьи рассчитывается неправильно. И в связи с тем, что предоставлены недостоверные сведения, может быть отказ в предоставлении услуги. Также заявители забывают указывать своих супругов. В городе Севастополе порядка 9 тысяч детей указанного возраста. И мы предполагаем, что с учетом дохода семьи, порядка 6 тысяч граждан могут обратиться за такой помощью. В настоящий момент уже ведется прием заявлений по предварительной записи в Департамент соцзащиты, в МФЦ. И подано 183 заявления по состоянию на сегодняшнее утро.